Конец сказки Пашиняна. Сегодня, когда на линии, которую Пашинян волюнтаристски называет суверенными границами Армении, стали пограничники враждующей с нами страны, Пашинян выступил с посланием к народу. Бессмысленные разглагольствования Пашиняна о вещах крайне спорных и гипотетических говорят о том, что сказке о реальной Армении пришел конец. Если раньше Пашинян в своих заявлениях ссылался хотя бы на Алма-Атинскую декларацию 29,8 тысячи КВ, КМЭ и прочие якобы аксиматичные документы, согласно которым Армения отрекается от своих земель, то теперь в заявлениях Пашиняна нет никаких аргументов. Сегодняшнее послание было о том, что лапша закончилась, а после драматичных историй в Керанца пришла пора действовать, граница с Турцией готова к открытию, пограничники в Табуша тоже готовы обслуживать границу. Так что, недалек тот день, когда из Керанца, через Армению в Маргару, пойдут грузы с новым лейблом Туран, без проверки, на честном слове. Между тем, помощник Алиева озвучил новый отрезок границы, которую нужно срочно продвинуть. Дорога, ведущая в Лачин, находится очень близко к границе с Арменией. На противоположной стороне реки Акари мы видим столбы и флаги Армении. Азербайджан намерен определить государственную границу с Арменией, отметил он. То есть граница будет отодвинута далеко от реки Акари. По его словам, игра окончена, в регионе Южного Кавказа сложились новые реалии. Гаджиев уже не в первый раз говорит, что игра окончена, и ему вторит Пашинян, у которого уже нет аргументов. Но каждый раз им перечит те, для кого пока что международное право – единственный принцип миропорядка. Буквально сегодня вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Ян Бартошек написал, сотни тысяч беженцев прибыли в Армению из оккупированного Азербайджаном Нагорного Карабаха, где явно имеют место нарушения прав человека. Даже если об этом мало что слышно в отечественных СМИ, армянам нужна гуманитарная помощь. Карабах оккупирован, и, как сказал председатель Палаты представителей Люксембурга, необходимо осудить силовое нарушение перемирия 1994 года и запустить процедуру определения статуса Карабаха. Недобрая сказка под названием «Бархатная революция» подошла к логическому концу. Либо она превратится в тоталитаризм, зачатки которого уже очевидны, и страна прокворотится в перекресток, либо армянское общество вспомнит о своих правах и начнет их отстаивать.